В Люберцах дали старт всероссийской эстафете эко-фестивали «Куча». Идея создания проекта принадлежит Фонду поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Участники фестиваля провели массовую уборку территории и очистили прибрежную часть реки Пихорка. Подробности в сюжете. Первый музыкальный эко-фестиваль «Куча» прошел накануне Всемирного дня охраны окружающей среды. На главной площадке собрались люди, которым не безразлична эта тема, и которые готовы внести свою лепту в сохранение природы. Сейчас много людей загрязняет, и надо от этого избавляться. Эпицентром масштабного события стал поселок Красково. Сюда приехали волонтеры и эко-активисты со всего Подмосковья и соседних регионов. Перед стартом работы – разогрев музыкой и полевой кашей. Настроение замечательное, каша очень-очень вкусная. Мы сегодня приехали из городского округа Химки. Нам очень интересная экологическая тема, поэтому постараемся участвовать во всех-всех мастер-классах. Мастер-классы и активности, естественно, связаны с экологией. Но участники фестиваля также могли попробовать свои силы в спортивных состязаниях, играя в эко-баскетбол и эко-футбол. На воротах и на кольцах баскетбольных всегда есть синяя и серая часть. Серая часть символизирует серый бак, куда мы складываем пищевые отходы, неперерабатываемые отходы, предметы личной гигиены. В синий бак, конечно же, мы должны складывать с вами вторсырье, что и делает большинство жителей Люберец. А на реке Пихорка тем временем уже работают специалисты, представители фонда «Без рек». Как без рук установили в водоеме специальный буй. С помощью этого прибора можно проверить 8 показателей качества воды. Самый важный параметр – содержание нефтепродуктов и взвешенных веществ. Сейчас очень высокая вода, очень много смывается мусора с берегов. Это не показатель некого среднего значения, но то, что мы видим, это очень плохо. Конечно, это огромное количество взвешенных веществ. Мы измеряли показатели биогенов. Это нитратный, нитритный, аммонийный азот, фосфаты. Все идут с превышением ПДК. Именно поэтому одна из акций, которая прошла в рамках фестиваля, стала «Вода России». К ней присоединились волонтеры, представители молодежных организаций, жители округа. Мы помогаем нашему региону, нашей планете. Очищаем берег этой реки от мусора. Его есть очень много, чтобы он не загрязнял почву, потому что пластик разлагается, как мы знаем, очень долго. Екатерина Басова мечтает видеть родное Подмосковье чистым. Жительница Томилина всегда следит за чистотой своего двора и призывает к этому друзей и соседей. Сегодня вместе с семьей пришла на уборку береговой линии пехорки. Мне очень хочется, чтобы у нас было чисто в стране. Чтобы не только здесь, в этом лесу, но везде люди соблюдали порядок и выбирали за собой. Тогда у нас будет мир и природа, и добро. Жительница Коломны Ирина Павловская участвует во всех экологических акциях, которые проводят в Московской области. Девушка бывала в разных подмосковных городах, теперь приехала в Люберцы. Занимаюсь волонтерской деятельностью на протяжении двух лет, и мне это безумно нравится. Я хватаюсь за любое мероприятие, чтобы лишь бы помочь природе, людям, миру. Фестиваль прошел под лозунгом «Куча шагает по стране». Стартовав в Подмосковье, она будет передвигаться по России, очищая территории, вбирая в себя мусор и делая страну чище. Результат первой акции – 717 килограммов собранных отходов. Основные фундаментальные ценности, которые мы с вами несем, это защита, забота, гордость, развитие, защита окружающей среды, забота за братьями нашими меньшими и, конечно, гордость за все то, что вы делаете. В Люберце непростая территория, непростая экология. Мы об этом знаем, мы стремимся экологию улучшать, и у нас это, я думаю, что получается. И в этом плане мы очень рассчитываем, надеемся на наших жителей, на их неравнодушие. Я бы хотела сказать, что давайте все просто беремся вот в эту самую кучу и покажем, что мы есть, и экология нас волнует, и мы хотим жить на зеленой планете, оставить свой дом для детей. На протяжении всего фестиваля не прекращалась музыка. Все это время на сцене выступали лучшие творческие коллективы и исполнители. Финальной точкой музыкального субботника стал концерт группы «Ума Турман». Давай с тобой потанцуем, что ли? Сейчас не время скучать по школе, ты будешь моя, жены расшали, а я буду твоя, Ленда Ланг. Камон, камон, камон. Луиза Игия Зарян, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.